В Калмыкии продлен режим ограничения до 26 сентября включительно. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Сохраняется действие ряда мер предосторожности в местах общего пользования, соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет. Решением оперштаба запрещено проведение на территории Калмыкии театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, деловых и других массовых мероприятий. За исключением проведения степного фестиваля искусств «Кони ветра» без очного присутствия зрителей с учетом всех мер предосторожности, торжественных линейк, посвященных началу нового учебного года и Дню знаний на открытом воздухе, разрешены спортивные мероприятия без очного присутствия зрителей с исполнением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в том числе домашние матчи команды «Уралан». Мы проходим пик заболеваемости, уже вышли на плату, в Калмыкии не наблюдается роста по заболеванию новой коронавирусной инфекции. Эпицентр перешел из города в районы, в целом нет отрицательной динамики, кроме того, в Калмыкии растет число вакцинированных. Дефицита вакцине нет, отметил глава управления Роспотребнадзора по Калмыкии, главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Во всех медучреждениях можно привиться вакциной «Спутник Ви» и «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» был доставлен в Калмыкию на этой неделе в количестве 63 тысяч доз и уже перераспределен во все районы республики. Количество вакцинированных в республике составляет более 64 тысяч человек. Всего в регионе функционирует 14 стационарных пунктов вакцинации, созданы 15 мобильных бригад на базе районных больниц и городской поликлиники.